Ну что ж, давайте откроем, посмотрим, какая она, видеокарта. Как долго я ждал этого момента. Наконец-то я обновился. Аккуратно, чтоб не упала. Так. В смысле? Не понял. Прикольно. Класс. Всем приветики. Вы на канале Альтермор. Если вы не знали, не так давно я собирал себе новый ПК. Новый компьютер для работы с музыкой, с аудио, со всем-всем-всем, с чем я работаю. И по совместительству для работы с видео. Потому что я монтирую видео и подрабатываю также монтажом видео. Я много монтирую для канала, делаю всякие творческие видео. Все это время я монтировал свое видео на старую видеокарту, которую мне подарил один подписчик на мой старый канал. Я когда стримил игры и так далее, давно это было. Видеокарта была подарена мне пятнадцать... В пятнадцатом году? В две тысячи пятнадцатом году. Аж! Пришло время достать самую главную вещь. Так, собственно, вот. А-а-а! Вот она. Видеокарта. MSI. Крутяк. Супер-супер-супер-супер-супер. Просто супер. Это, наверное, лучший подарок, если я получал тот сюрприз, который сделал мне Супер-боб. Мужик, спасибо тебе огромное, правда. У меня были и другие видеокарты, но осталась только эта рабочая. И я все это время работал с ней. Это MSI GTX 650 Ti на один гигабайт. А сегодня уже октябрь 2021 года. Я собрал себе новую систему, новый ПК в этом году. В начале лета. Я долго к этому шел и очень был рад, что мы это сделали. Я долго осознанно выбирал все комплектующие. И вот, наконец-таки, все это свершилось. Если вы не знаете, что я собрал и вообще, что это было, посмотрите здесь подсказку. Вот. Там же будут в списке другие ролики, в которых я говорил до того, как собирал, что можно купить для работы с музыкой, для музыкального продюсера, для композитора сейчас, в этом 2021 году. Видеокарту я не покупал. Но монтировать мне нужно, правильно? С новой системой, казалось бы, было бы здорово обновить видеокарту. Но я упирался очень сильно в свой бюджет. И нужно было срочно что-то решать. Мне давно стоило обновиться. А с тех видео, которые вы посмотрите здесь, вы узнаете, какая система у меня была до того. Сейчас пришло время, что мне нужна видеокарта, потому что моя захлебывается. Она сейчас на секундочку работает на... Выводит картинку на два монитора. Я монтирую. В последние дни я уже чувствую и вижу, что у меня просто начинаются гличи, что она уже начинает сбоить, потому что слишком большая на нее нагрузка все это время постоянно-постоянно. Я не могу позволить себе какие-то дополнительные эффекты или красивые, более красивые переходы, потому что видеокарта уже все этого не позволяла. Я с трудом делал даже на заказ видео, с трудом все это. Опять же, ты пытаешься выжить максимум. Я понимаю, что мне нужна срочно видеокарта. Я давно готовился к этому. Я откладывал деньги, потому что я знал, что с моим процессором у меня же нету теперь встроенной видеокарты, как было в моем Intel'е предыдущем. И если что, я просто окажусь без возможности включить даже компьютер. Если я без такой возможности окажусь, я потеряю любой доход, любые деньги. По сути, только это мне сейчас работа за компьютером, деньги и приносят хоть какие-то. Я ожидал, в августе месяце говорили, что цены упадут на видеокарты, чуть-чуть их увеличится в магазинах, потому что вы знаете, что криптобум происходит. То она упала, криптовалюта, цены начали падать. Ситуация в мире не лучшая, пандемия сказалась, сказалось много факторов, это дефицит всяких комплектующих и так далее и тому подобное. Поэтому это все как бы влияло на то, что мы с вами не могли купить себе нормальную видеокарту по нормальной цене. Я надеялся, что цена упадет, надеялся, что в конце года мы что-то себе возьмем. Но тут я вижу, что опять крипта пошла вверх, дефицит продолжается, не хватает каких-то комплектующих там, полупроводников и так далее и тому подобное. И получается, что сейчас ты рискуешь просто не получить вообще ничего, остаться без видеокарты и цена растет дальше. То есть GTX 1050 Ti, а я скажу, что я выбирал среди Nvidia только, потому что у них CUDA, у них там лучше с монтажами. Я думал, что позволю себе только GTX 1050 Ti, но она, извините, уже старая, она с 16-го года, по-моему, с 17-го даже, возможно, самые там новые версии DDR5 память. То есть все, что я мог себе позволить, это на 4 гигабайта видеокарту, и я думал, что это будет 1050 Ti. Но я понимал, что это старые модели, нужно что-то более новое. Есть единственный вариант, который чуть-чуть дороже стоит и который можно себе позволить, это Nvidia GeForce GTX 1650. Конечно, я очень хотел супер-версию, но супер-версии просто нигде нет, она дороже, уже ладно, можно было доплатить, она дороже, но ее просто нигде нормальной нету. И получается, что я нахожу только одну видеокарту, GTX 1650, и не просто обычную, а Overclock Edition на 4 гигабайта. Меня видно сейчас? Вот видно, да, отлично. Она стала поводом для съемки этого видео. Кто-то скажет, зачем ты показываешь на своем канале видеокарту? Ну, опять же, напомню, потому что мы собирали компьютер, видеокарта неотъемлемая часть работы. Вы даже в давний зайдете, если не будет у вас видеокарты, понимаете? И она нужна мне, я видео монтирую для канала. А почему нужно брать сейчас не меньше, чем GTX 1650? Потому что у нее DDR6 память 4 гигабайта, она поновее, помощнее, это еще Overclock Edition. То есть, по сути, действительно есть смысл покупать эту, потому что сейчас покупать старье, непонятно, когда оно было, то есть, это уже нет никакого смысла, тем более, что я не беру видеокарту сейчас, не беру для игр. Я искал бюджетный вариант, я искал вариант, чтобы мне позволил чуть больше делать для моих монтажей видео. Для этого я в основном и искал. Рекомендованная цена 2 года назад на эту видеокарту плюс-минус было бы, наверное, 6000 гривен с натяжкой. Я говорю в гривнах, потому что я в Украине живу. Сегодня цена на эту видеокарту, она поползла вверх. То есть, пару месяцев назад вот эти видеокарты были по 10 до 11 дотягивали, сейчас она уже 12 с половиной. И следующие поставки обещают быть по 13 с чем-то. Это просто космос. И реально мы просто, получается, что рисковали остаться без какой-либо видеокарты. И что меня, конечно же, не устраивает, потому что мне нужно снимать, мне нужно все это делать. Давайте посмотрим на эту видеокарту. Что это за зверь? Это, во-первых, Asus. Почему Asus? Потому что я ему доверяю, и у меня материнские платы Asus, я не знаю. Так уж сложилось, наверное. Мне нравится, как они сделали вот эту карту. А среди всех, которые можно было купить, это самый оптимальный вариант. Потому что красиво собрано, у нее есть бэкплейт, два вентилятора. Это не обычная 1650, а Overclock Edition. Итого, давайте в режиме такого небольшого обзорчика посмотрим, что представляет из себя это чудо. Это видеокарта Asus. Так она выглядит. Это, опять же, пластиковый короб, два вентилятора, система фирменная, система охлаждения, большой радиатор внутри. Слот PCI-Express. Тут у нас эта штучка закрыта пластиком. Я ее даже еще не открывал. Очень чувствуется на руку хлипкая вот эта вот металлическая штучка. Она так еле-еле держится. И крепится она там чуть-чуть совсем за плату. Здесь у нас есть DVI-порт, HDMI и DisplayPort. Мы будем подключать два монитора. Один через, главный через HDMI и один через DVI. Здесь есть даже вот пленочка, которую мы снимем. Я не знаю почему, но обычно заводской, когда видеокарты завода, то пленочка не только здесь присутствует, но еще присутствует также и сверху. И здесь, снизу. Но почему-то тут ее не было, не знаю. Но при этом упаковка и все было запаковано с завода очень четко. Здесь мы видим логотип. TUF Gaming, GeForce, GTX. Также мы можем обнаружить здесь разъем для питания дополнительно для видеокарты. Считаю, что хорошие видеокарты и мощные, те, которые способны на большее, должны иметь разъем питания. Потому что они могут чуть-чуть больше взять питания и поэтому выдать больше мощности. И эта видеокарта бустится. Сама разгоняется, Overclock Edition все-таки. Поэтому вот такие штуки, как дополнительное питание должно быть, я считаю, если видеокарты действительно позиционируются как мощные. А кстати, к слову, у меня же плата материнская. Я взял впервые TUF Gaming тоже вот этого дизайна. И получается, видеокарты идеально добавить нам по виду. Видим сзади бэкплейт. Это защитный бэкплейт, который предотвращает повреждения самой платы. Это очень круто, потому что плохо, когда вот тут ничего нет, самоплата, пылюка, все такое. Можно и погнуться. Казалось бы, что это алюминий, но это пластик. Присутствует пломба, заводской гарантии, все закручено, все дела. Вот такая вот видеокарта. Что еще от нее хотеть? Больше здесь сказать нечего. Будем смотреть уже по ходу, по делу. Ну так выглядит шикарно, прикольно. Бюджетно, дешево, середитно. Ну так, знаете, нелегкая, достаточно такая увесистая, я бы сказал. Ну то есть как бы не слишком тяжелая, не слишком легкая. Вот такое дело. В коробочке что у нас присутствует, можно посмотреть. Вот такая вот подложка была, видеокарта лежала в пакетике, антистатики. А в коробке ничего не находится, просто вот такая ванда. Если мы поднимем, здесь будет только мануал и благодарность за то, что мы приобрели нашу видеокарту. Это видеокарта с хорошими детальками. На самой плате, надежными, как вся серия TAF, как заявлено. Здесь GDDR6 память, 4 гигабайта, Overclock Edition. Поддерживает DirectX 12, все дела. Touring Shaders. Будем тестить, будем пробовать. Здесь обещают нам хорошие, качественные подшипники, которые будут служить очень долго. И по идее не должны забиваться пылью. Ну и конечно 3 года гарантии. Так, ну что, давайте установим нашу видеокарту. Приходится таким вот образом опускаться сюда. Снимем старую MSI и поставим новую Asus. Я думаю, что я смогу провернуть это все в таком вертикальном состоянии. Потому что оно все нереально тяжелое. Сам корпус нереально тяжелый на самом деле. И поэтому так просто это не провернуть. Кстати, мне же нужно... Пошел я за отверткой. Вылезай из-под стола, я тебе говорю. Спасибо, 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 этому Be Quiet, спасибо Be Quiet за крутую отвертку. То, ради чего стоит покупать большой кулер. Так, нужно, чтобы у нас статику снять, мы возьмемся за корпус. О, тут уже пылищина. Ёй, сколько тут пыли на вертикала, слушайте. Немыслимое количество. А вся пыль в основном, знаете у нас от чего? Тут есть один житель, у нас такой вот матый, бегает. Задолбыш. Постоянно мялкает при записи видео. Удивляюсь, как она не мялкает, когда я записываю что-то на заказ. Я снимал себя с разных ракурсов на своем канале, в разных видео. Но в таком... Это прогресс. Это фиаско, брата. Короче говоря, вот так все это выглядит. Подключил питание дополнительное. Попробуем включить систему. О, белым светится огонек. Подключение питания. Прикольно. Так, есть контакт. Система запустилась, ребят. Кулеры работают. Пока мы устанавливаем, вот это моя видеокарта. Старая. Которую мне подарил один из подписчиков моих. На моем старом канале. Твич смотрел, все. Просто прислал мне. Однажды у меня была депрессуха. Он мне прислал. С огромной коробкой с конфетами. Это бомба. Я ему большое спасибо. Он сам знает. Вы заметили, возможно, казус, да? И если заметили, что здесь не так, напишите в комментариях. Это были вынужденные меры. Все установлено. Перезагружаем сейчас. Она так интересна. Когда она стартует, она резко прогоняет турбины. Обалдеть. Я такого еще не слышал, не видел. В общем, я надеюсь, что вы поняли, в чем суть. Если вам нужна сегодня видеокарта для ваших целей, для работы, вы можете себе приобрести вот именно такую. Вам хватит. Мы будем же тестировать ее дальше. Смотреть, как она работает. Как она себя показывает. И надеюсь, что все будет хорошо. Даже, по сути, позволяет иногда поиграть игры. Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи. Разморозим тебя немного. Все, иди, иди. это лучший вариант сейчас из бюджетных вариантов бюджетный вариант за 12 половиной это просто сумасшествие какое-то то есть дешевле просто дешевле просто нет на таком уровне дешевле просто ничего нет сейчас надеюсь вы разделите со мной эту покупку и надеюсь мои будущие видео станут еще лучше в качестве это позволит мне монтировать мои ролики намного быстрее намного больше делать видео для вас для того чтобы мы развивались дальше и мне зарабатывать соответственно тоже чуть чуть больше на жизнь и на мою деятельность короче говоря вот таким был этот обзор мои видеокарты я надеюсь что вам она зашла этот обзор зашел несмотря на то что видео так выбивается с общего формата хотя это формат творческий мы разбираем комплектующие то ли еще будет ставьте лайки пишите что думаете об этой видеокарте я увидимся в следующем видео вы смотрели альтер морскор я желаю вам творческих успехов подписывайтесь на канал если не подписаны и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски на паблике подписывайтесь по ссылкам в описании комментируйте что думаете алкоголь руб у а руб 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 руб